7 июля во дворце Олимпийского комплекса Лужники прошло открытие второго фестиваля российских соотечественников зарубежья. В торжественной обстановке на сцену вышли представители юношеских команд из 41 страны мира. В открытии фестиваля приняли участие председатель президиума Международного совета соотечественников граф Петр Шереметьев, вице-президент Олимпийского комитета, заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Геннадий Алешин, почетный председатель Международного совета соотечественников, мэр города Москвы Юрий Лужков. Фестиваль организуется уже второй раз именно по его инициативе. В прошлом году, проведя юношеские, детские соревнования русских, российских соотечественников здесь, в Москве, мы решили продолжать. И вы знаете, сейчас мы увидели, что и тот пример, который разлился по всему земному шару, оказался очень востребованным. Ребята, которые живут в разных странах, на разных континентах, могут собраться вместе и в рамках спортивных соревнований пообщаться в таком месте, которое для каждого русского человека является святым, знакомым в Москве. Это уникальное по своей масштабности событие объединило потомков россиян в разные годы и по различным причинам покинувших родину. В столицу России для участия в мероприятиях фестиваля прибыло около тысячи юношей и девушек в возрасте от 13 до 17 лет. Со всего мира приезжают люди, они должны общаться друг с другом, должны друг друга поддерживать. Я познакомился с Эстонией, с Украиной, общался нормально все. По всей стране есть русские люди и можно их всех собрать как-то. Мы знакомимся с другими русскими и играем в футбол, спортом другими. Это очень хорошо. Подружки у меня вот здесь вот в России, тоже легкой атлетки, из Киргизии, из Татарстана я встретила. Мне было очень, очень вообще вот приятно, то, что вот свое что-то вот, вообще прям, я в восторге. Открытие второго спортивного юношеского фестиваля российских соотечественников зарубежья прошло в теплой праздничной атмосфере. Ребят объединяет не только общий язык, но и стремление заниматься спортом и добиваться в нем успехов. Состязания по десяти видам спорта – мини-футболу, волейболу, настольному теннису, шашкам, шахматам, легкой атлетике, армспорту, вольной борьбе, бадминтону и спортивной аэробике – будут проводиться с 8 по 11 июля. 12 июля в музее-заповеднике Царицыно пройдет торжественная церемония закрытия фестиваля.